27 мая 1882 года в Грузии в семье торговца родился Симон Аршакович Тер Петросян, партийный псевдоним Камо. Будущий профессиональный революционер. Еще будучи подростком, Симон был исключен из школы за атеистические взгляды. На путь профессионального революционера встал в 1901 году. Распространял нелегальную литературу, организовывал подпольные типографии. В 1905-1907 годах участвовал в революционных событиях в Закавказье и Петербурге. Занимался транспортировкой оружия и революционной литературы. В 1905 году в вооруженной схватке с казаками в Тифлесе Камо получил пять ранений, был арестован. Но в 1906 году бежал из тюрьмы по личному заданию Ленина Камо занимался закупкой оружия в странах Европы. Выполнял другие партийные поручения. В 1907-м Тер Петросян был задержан в Берлине. Но чтобы избежать суда и не оказаться выданным царскому правительству, симулировал сумасшествие. Однако в 1909 году его все-таки выдали в руки русской полиции. Затем он был предан военному суду. И снова, два года спустя, бежал и уехал в Париж. Из Франции он отправлял в Россию партийную литературу. На следующий год Камо вернулся в Россию. Опять же был арестован и приговорен к 20 годам каторги. Но в марте 1917-го его освободили. Приходом в класть большевиков Ленин поручил Камо организовать особый отряд для действий в тылу врага. При этом Владимир Ильич написал в военсовет, что знает Тер Петросяна как человека совершенно исключительной предности, отваги и энергии. В 1919-м Камо возглавил боевую группу, действовавшую в тылу войск Деникина на Южной фронте. В 1920-м участвовал в подготовке вооруженного восстания за власть советов в Баку. Затем приехал в Москву, учился в военной академии, работал в системе внешторга. Тер Петросян погиб в 1922 году в автомобильной катастрофе. Официальная версия о том, что Камо погиб в результате несчастного случая, у некоторых историков вызывает сомнения. Так Федор Булков, специалист по сталинскому периоду, полагает. История с таинственным наездом еще не выяснена до сих пор. Камо слишком тесно в своей политической работе в большевистской партии соприкасался с Иосифом Джугашвили. Он знал очень хорошо мало кому известны темные страницы его жизни и деятельности. Смерть легендарного Камо вызвала в стране глубокую скорбь. Миллионы молодых бойцов, таких стойких и преданных партий, как 26 наших погибших комиссаров, таких как вы. Да-да, таких как вы, дорогой мой товарищ Камо.